Великая история создания шахматного компьютера начинается с потрясающе красивого обмана. В 1966 году состоялся матч между советской разработкой и программой Маккарти Котека. 3.1. Первый мини-макс и второе альфа-бета-отсечение. Проиллюстрируем этот принцип в этой таблице. А это минус 25% вычислительных ресурсов компьютера. 11 мая 1997 года Гарри Каспаров проиграл шестую партию матча с компьютером Deep Blue. И это явилось концом замечательной эпохи 70-летней разработки шахматных программ, шахматного компьютера. С чего все началось? Как ни печально признавать, великая история создания шахматного компьютера начинается с потрясающе красивого обмана. В 1769 году блестящий инженер-механик Барон Вольфген фон Кемпелен создает своего знаменитого турка. Аппарат, который умел играть и обыгрывал в шахматы почти всех, кто садился с ним за доску. Он представлял из себя приличных размеров ящик, на котором располагалась шахматная доска и стул, за которым сидела эта странная желтоватая чучела. Едва его соперник совершал ход, как заводная рука турка двигалась с места и ставила фигурку на нужное поле. Перед началом этого шоу, чтобы ни у кого не из зрителей не возникало ни малейших сомнений, что внутри ящика никто не прячется. Кемпелен настежь открывал створки ящика, и зрители с изумлением рассматривали сложный механизм, состоявший из переплетавшихся пружин, шестеренок и других странных агрегатов, который после каждых 20 ходов заводил лично Вольфген с помощью специального ключа, который он хранил в коробочке. Сразу после этого турок был готов играть дальше. О том, с помощью какого механизма его автомат выбирает ход, изобретатель предпочитал помалкивать, тем более, что сам Кемпелен был неважным шахматистом. Владелец лишь оставлял фигуры на доске и приглашал за столик нового любителя острых ощущений, заплатившего, кстати, за представление немалую сумму. Надо сказать, отбоя от желающих сразиться с турком, который гастролировал по Европе, а потом и по Америке, более 40 лет не было. В чем была фишка? Конечно, сейчас мы знаем, что внутри стола, за которым сидел турок, был спрятан шахматист, причем, как правило, сильный, которого скрывала сложная система зеркал и перегородок, над которой Кемпелен работал более полугода. Как же он узнавал о ходах соперника? Тоже нет секрета. Фигуры, которыми шла игра, были металлическими, сильно намагниченными. И с той же стороны доски располагались металлические шарики, которые перемещались вслед за фигурой. Достаточно элегантно был продуман механизм управления рукой. В конце концов, Кемпелен был по-настоящему талантливым инженером, а не только бароном. Автомат трижды кивал, давая шах, и замирал без движения при неправильном ходе. В разное время его операторами побывали многие сильные шахматисты того времени. Но куда интереснее были соперники шахматного автомата Кемпелена. Он играл с английскими и прусскими монархами, даже играл с русским царем Павлом I и с его супругой, а также сильнейшим игроком своего времени, знаменитым Фелидором, который партию уверенно выиграл, хотя, по свидетельству его сына, и волновался как никогда. Самым знаменитым оппонентом этого чуда стал сам Наполеон Бонапарт. Была ли реально сыграна партия, мы не знаем. Но история красивая, и партия дошла до нас, который император, к сожалению, очень быстро проиграл. Кстати, играл с Наполеоном знаменитый шахматист Иоганн Альгайр, напишавший один из лучших шахматных учебников своего времени. В литературе считается, что автомат разоблачил гениальный американский писатель Эдгар Аллен По, что не совсем верно. Разоблачений было много и до По. В частности, в мае 1827 года за домом наследника Кемпелена Мельцеля наблюдали мальчишки, которые увидели человека, вылезавшего из автомата. Балтиморская пресса вскрыла обман, но Мельцеля организовала абсолютно гениальную пиар-компанию в свою защиту и отбился. Очерк «Шахматный игрок Мельцеля» — самая известная работа о шахматном автомате за авторством Эдгара Аллена По. Великий мастер литературных мистификаций столкнулся едва ли с крупнейшей технической мистификацией. Его расследование стало важным этапом в творчестве самого По. Дедуктивный метод, использованный в очерке, лег в основу многих его произведений, написанных в последующие годы. В частности, знаменитых детективных рассказов, где частный сыщик Дюпен раскрывает преступления посредством логического анализа. После многочисленных разоблачений о турке вскоре забыли, и, сменив массу владельцев, он оказался в Филадельфийском музее, где и сгорел в грандиозном пожаре 1854 года. Однако искры этого пламени зажгли интерес великого изобретателя Чарльза Бэбиджа, который играл с турком в 1819 году и впоследствии посвятил свою жизнь созданию компьютера, который смог бы решать логические задачи. Его труды не увенчались успехом. В начале середины 19 века это было просто невозможно, по многим причинам, в частности финансовым. Но он заложил основы, которые используются в компьютерах и по сей день. Память, вычислительная машина, процессор и так далее. А первым, кто построил реальный шахматный компьютер, был испанский инженер Торрес Икиведо. Машина была показана в Париже в 1914 году и вызвала гигантский интерес у публики. Машина даже могла выиграть у человека Эншпиль, ладья и король против короля. Правда, это было по сути строго единственное, что она могла и за счет очень короткого дерева варианта. Но все-таки для своего времени это было своего рода чудо, которое, кстати, до сих пор можно увидеть в одном из музеев в Мадриде. Первая половина 20 века ознаменовалась периодом активного размышления на тему возможного использования компьютера в жизни людей. Итогом этих размышлений стала программная статья исследователя из компании Белл Клода Шеннона, которая называлась «Программирование компьютера для игры в шахматы». Она была опубликована в 1950 году. Это потрясающая статья, в которой Шеннон легко и непринужденно сформулировал главные аспекты современных шахматных программ. Он впервые задумался о том, как компьютеры смогут выбирать ходы. Он предположил два сценария, которые станут отправными точками для работы многих разработчиков в последующие 70 лет. Итак, вариант А Шеннона, так он называется в литературе, это простой перебор ходов. Шеннон справедливо опасался, что такой подход приведет к гигантским, почти невозможным затратам на вычислительные мощности. К примеру, если у каждого игрока есть в позиции 40 легальных ходов, то через два хода компьютер должен просчитать более 2,5 миллиона вариантов, что в те времена казалось совершенно невозможным. Вариант Б Шеннона – отбор разумных ходов для просчета. А как вычислить, какие ходы разумные, что считать? Над этой проблемой до сих пор бьются лучшие шахматные умы. На десятилетие слова Шеннон вариант 1 и Шеннон вариант 2 станут ключевыми в дискуссиях разработчиков. Шеннон также писал, кстати, о философии шахмата, о том, как возможно научить компьютер думать, как шахматист. Он, правда, считал, что это практически невозможно, что нельзя скопировать мышление человека и просто вставить его в программу. Всего лишь через 15-20 лет обратное пытался доказать сам патриарх советских шахмат, Михаил Моисеевич Ботвинник. Создавая свою программу «Пионер», он, по сути, пытался передать ей свое недюжинное шахматное мышление, мышление чемпиона мира. Этот проект провалился по многим причинам, но главная из них, как мне кажется, как очень точно описал ее один шахматный журналист, Ботвинник только думает, что он знает, как он думает. Подумайте об этой фразе, вы поймете многое о лучших шахматистах мира, о чемпионах мира. Вообще эти две могучие фигуры, Шеннон и Ботвинник, чем-то похожи. Михаил Моисеевич, который заложил основы подготовки игры шахматиста, сформулировал постулаты профессии. И Шеннон, который показал путь разработчикам к созданию искусственного интеллекта и стал иконой этого мира. Первым от теории к практике попытался перейти гораздо более знаменитый человек, математик Аллен Тюринг, известный прежде всего как создатель машины для расшифровки немецких военных донесений, знаменитые «Нигмы» во время Второй мировой войны. Тюринг сделал первую в истории программу, которая сыграла настоящую партию с человеком. Ну, вернее, так на самом деле и не сделал. Ему пришлось выписывать варианты вручную, на бумажке. Его машина не умела это делать, поэтому машину называли «пишущая машина Тюринга». В то время как Турк использовал человека, который притворялся компьютером, Тюринг был человеком, который фактически имитировал компьютер. Определенный прогресс, хотя и достаточно странный. В 1953 году его компьютер сыграл партию со студентом Аликом Глени. Это первая задокументированная партия в шахматы между компьютером и человеком, победу в которой одержал человек, хотя и в шахматы играть совсем не умел. Невероятно интересные заметки Тюринга по итогам этого эксперимента, где он приходит к выводу, что недостатки его программы являются прямым продолжением его собственных, и что человек не может построить машину, которая играла бы лучше его самого. Посмотрел бы Тюринг сейчас на Стокфиш и Альфа-Зеро. Тюринг сформулировал ценность фигур и основу позиционного мышления. В 2012 году Гарри Каспаров и Фредерик Фидель, основатель компании Chessbase, презентовали прототип шахматного движка Тюринга, написанного по заветам великого математика. Правда, при его внедрении возникли какие-то трудности. Команда разработчиков Chessbase обратилась к Кену Томпсону. Запомните это имя, мы его встретим на блестящей аллее славы великих шахматных разработчиков. Гений Тюринга проявился здесь во всей красе. Сам того не понимая и не зная, он применял в своей разработке знаменитый ныне принцип альфа-бета отсечения, независимо друг от друга, открытый в 1956 году сразу несколькими математиками, заставляя воображаемую машину считать только разумные ходы, а не все подряд. В 1956 году группа американских ученых в Национальной исследовательской лаборатории в Лос-Алмосе, кстати, именно там был разработан проект атомной бомбы, создала программу на основе компьютера «Маньяк». Это аббревиатура, не пугайтесь, они фильм ужасов. Вычислительные мощности были, конечно, очень слабые и скромные, поэтому программистам пришлось убрать с доски слонов, лишить стороны рокировки, и пешки могли ходить только на одно поле вперед. А главное, доска была не 8х8, а 6х6. Эта программа обыграла даже женщину, которая научилась играть в шахматы всего за несколько дней до партии. Это был первый зафиксированный случай проигрыша человека шахматному компьютеру, хоть и в такие усеченные шахматы. В это же время на нашу сцену выходит один из главных игроков начального периода компьютерных шахмат, мировой гигант IBM, который, собственно, и сделал программу, которую обыграла Гарри Каспарова. В объявлении в ряде популярных изданий компания предложила работу тем, кто интересуется шахматами и технологиями. На призыв откликнулся сильный шахматист Артур Бизгайер, а также Дон Шульц, который в будущем возглавит Федерацию шахмат Америки. Группу разработчиков возглавил Алекс Бернштейн, сам сильный шахматист, а Бизгайер стал шахматным консультантом. Их детище умело считать всего на два хода вперед, выбирая каждый раз из семи возможных продолжений. Не поверите, но IBM 704 был способен считать целых шесть позиций в секунду. Запомните эти цифры, они нам пригодятся в будущем. Особенностью машин того времени была невозможность учиться над своих ошибками. Компьютер повторял их с упорством, достойным лучшего применения. Параллельным курсом двигались в будущем знаменитые ученые, даже лауреат Нобелевской премии по экономике Герберт Симон и Ален Ньюилл. Их детищем явилась программа НСС, быстро сгинувшая в других великих делах ученых, но оставившая после себя впервые внедренный принцип альфабета отсечения. Ассоциация вычислительной техники или ACM придумала награду Алана Тюринга за достижения в области компьютерной электроники, опять Тюринг. И в 1975 году эту премию получили Герберт Симон и Ален Ньюилл за свою работу в области создания шахматных программ. В 1958 году их программа одержала первую в историю победы над человеком, который, правда, играл совсем слабо, зевал фигуры каждым ходом. Пока программа Симона и Ньюилла обыгрывала несчастных любителей, в это же время в другой мекке американских ученых в Массачусетском технологическом институте MIT студент Аль Аллан Коток брал курс программирования у профессора Джона Маккарти, который был в команде Симона и Ньюилла. В 1965 году Маккарти посетил Москву и с удивлением обнаружил, что в институте теоретической и экспериментальной физики ведется активная разработка шахматной программы под чутким руководством патриарха советских шахмат Михаила Моисеевича Ботвинника. Несмотря на холодную войну и сложные отношения между СССР и США, программисты не удержались и бросились в бой. В 1966 году состоялся матч между советской разработкой и программой Маккарти Котока. Матч продлился скромный 9 месяцев и закончился убедительной победой советского оружия 3-1. Во время этого матча выяснилось, казалось бы, на данный момент уже очевидно, чем глубже анализы, тем лучше ходы. Партии, где советская программа анализировалась глубиной 3 полухода, закончились ничью, а где 5, а победой. Этот матч не только оказался уникальным сам по себе, он привлек к разработке шахматных программ Ричарда Гринблота, который за несколько недель написал шахматную программу с привлекательным названием «Макк Хак». Он первым внедрил два важнейших нововведения. Первое – возможность использования базы дебютов. Будущий гроссмейстер Ларри Кауфман создал первую в истории базу дебютов, стоявшую примерно из 10 тысяч ходов. Второй функцией этой программы явилось запоминание оценки позиций в разных вариантах. Во время перебора ходов много раз возникает схожая позиция, Каи компьютеры научились запоминать оценку этой позиции и не тратить дополнительные ресурсы на новый анализ. Это, кстати, также явилось важнейшим фактором увеличения скорости и качества работы движков того времени. В 1967 году «Макк Хак-6» впервые в истории сыграл в полноценном турнире с людьми. Компьютер проиграл 4 партии и свел одну партию в ничью с пожилым любителем шахмат. Собственно, эти партии и явились прологом к долгому и кровавому противостоянию человека и машины в шахмату. Во время одной из партий программисты увидели, что несложность жертвы Ферзя ведет к форсированному мату. Застыв, они следили за манипуляциям своего детища, которая не должна была вообще рассматривать жертву Ферзя. Однако, к их безумному удивлению, именно этот ход в итоге и сделал компьютер, поразив своих отцов. После долгого изучения распечаток они поняли, что ход попал в перебор благодаря шаху. Собственно, в те романтические времена сами разработчики не всегда знали и понимали, на что способны их детище. Этот компьютер, сыграв несколько раз в турнирах, получил почетный статус члена американской шахматной федерации. В 1968 году на компьютерную сцену выходит международный мастер Дэвид Леви, веселый, приятный человек, который заключил пари с Джоном Маккарти, что в ближайшие 10 лет ни один компьютер не сможет обыграть его в матче. Маккарти привлек на свою сторону ряд разработчиков и пари было заключено на существенную по тем временам сумму более тысячи фунтов. Крайне интересная дискуссия, которая, кстати, проходила на советском телевидении в эти годы. Седьмой чемпион мира Василий Смыслов, Давид Бронштейн и Юрий Авербах поспорили о том, кто будет чемпионом мира по шахматам в 2000 году – человек или машина. Авербах считал, что к 2000 году машина сможет достойно играть даже с гроссмейстером. Василий Васильевич в свойственной манере утверждал, что шахматы – это как музыка, это поэзия, и вряд ли компьютер сможет сочинять и исполнять музыку как человек. Бронштейн утверждал, что к 2000 году будут уже отдельные чемпионаты для человека и машины. Логичным продолжением компьютерного бума в шахматах стал чемпионат США по шахматам среди компьютеров, который впервые прошел в 1970 году, в котором приняли участие всего лишь шесть программ. Победила программа ЧЕС 3.0, разработанная в Северо-Западном университете в США, естественно, и надолго завоевавшая славу лучшей шахматной программы. Этот турнир положил начало 24-летней истории подобных соревнований, и явился важнейшей вехой в развитии шахматных программ, позволив разработчикам встречаться, выпивать, обмениваться идеями и выяснять в честном бою, кто из них умнее и находится на передовой технического прогресса. Среди участников первого чемпионата, кстати, отметим Ханса Берлинера, студента университета Карна Гемеллана. Он был очень сильным шахматистом и мастером игры по переписке, был даже чемпионом мира. Кстати, в 1956 году он выиграл Eastern States Open, опередив многообещающего и юниора по фамилии Фишер. Берлин был первым сильным шахматистом, написавшим шахматную программу. Она называлась Just Because It Is There, просто потому что это там. Это была первая программа, которую он вообще написал в своей жизни. Берлин, кстати, сыграл фантастическую партию по переписке с советским шахматистом Яковом Эстином, знаменитым мастером игры. Вообще, это одна из лучших партий, которую я видел в своей жизни, и не только по переписке. Как-нибудь я ее прокомментирую. В шахматном сообществе, кстати, на игру компьютерных программ начали обращать внимание сильнейшие игроки, и лучший из них сформулировал важнейший принцип. Отвечая на вопросы о перспективах шахматных программ, Бобби Фишер сказал, до сегодняшнего дня разработкой этих программ занимаются программисты, и они ничего не добьются, если не включат в свою работу хороших шахматистов. Кстати, разработчики прислушались к этому совету гениального американского мастера. Не прекращал свои попытки создать шахматы, компьютеры, Советский Союз. В 1972 году советский компьютер сыграл матч с читателями комсомолки. Во время этого матча программа и получила свое название Каиса по имени шахматной богини, который ей дал один из журналистов, освещавших матч. Победу одержали люди. На Западе мало знали нашу разработку, хотя и в ней было несколько ценных идей. Обдумывание за время противника, потрясающая идея нулевого хода, о которой я скажу чуть подробнее позже, и метод аналогии. Не только идентичные позиции можно пропускать в анализе, то есть те, которые уже проанализированы и которым дала оценка, но и там, где один ход не поменял оценку. Дэвид Леви, наш знаменитый спорщик, который стал не только официальным комментатором чемпионата США среди компьютерных программ, но и другом многих разработчиков, в эти годы родил идею проведения чемпионата мира среди компьютерных программ, который состоялся в 1974 году в Стокгольме. 13 участников боролись за главный приз, а победу одержала, конечно, советская разработка Каиса, которая вошла в истории не только как победитель первого чемпионата мира среди компьютеров, но и как программа, которая впервые помогла гроссмейстеру в анализе. В 1975 году Давид Бронштейн обратился за помощью к разработчикам Каиса для анализа отложенной позиции. Партию Давид Иванович выиграл, правда в анализе программы потом обнаружился серьезный зевок, который мог привести к ничьей, но это все-таки уже не так важно. Впервые люди осознали, какую помощь в работе над шахматами им может оказать программа. В 1977 году случилось знаменательное событие. Фишер, отошедший от шахмат 5 лет назад и не сыгравший ни одной партии со временем матча со Спасским в Рикявике, тайно сыграл с программой МакХэк 6 в Массачусетском технологическом институте. Фишер легко выиграл все три партии, одна из которых была опубликована. Завершающим эпизодом этой эпохи можно считать матчи Дэвида Леви с разными программами. С рейтингом более 2300 Леви легко расправлялся с программами, пока не дошла очередь до ЧАС 4.7. В одной из партий Леви даже потерпел заслуженное поражение, что явилось первой победой компьютера над международным мастером в серьезной партии. В эти годы многим уже стало казаться, что шахматные программы ждет огромное будущее. Монро Ньюборн, один из организаторов чемпионата мира среди шахматных программ. Человек, внешнеоценимый вклад в развитие этого дела, пророчествовал в 1977 году. Мастера приходили на соревнования шахматных компьютеров посмеяться. Часто они приходят посмотреть. Скоро придут учиться. Судьбы людей часто пересекаются совершенно невероятными способами. Элвин Беркликамп работал над курсовым проектом с Аланом Котеком, о котором мы уже говорили, один из разработчиков. Со временем они стали друзьями. Беркликамп получал докторскую степень в Массачусетском университете в 1964 году с Клодом Шенноном, автором знаменитой статьи в его экзаменационной комиссии. Затем он занял должность преподавателя на математическом факультете Калифорнийского университета Беркли. Время от времени он виделся с Джоном Маккарти, который был на другом берегу залива в Стэнфордском университете и занимался разработкой шахматных программ. Именно в Калифорнийском университете он преподавал у Кена Томпсона, о котором мы уже упоминали, одного из ключевых игроков в следующего периода развития шахматных программ. Этот пионер компьютерной науки известен своим вкладом в создание языка программирования C и операционной системы Unix. Он жив и работает в компании Google на данный момент. Томпсон понял, что ключ к успеху лежит в вычислительных возможностях машины, а не только в силе ее игры. Его программа Белли — это исключительно программное решение, которое было способно считать до 200 уже позиций в секунду. Это дало и рейтинг 1200 американской федерации. Звучит смешно, но тем не менее. Томпсон создал машину, состоящую из трех частей. Главная, третья часть, и запоминала позиции, которые уже были проанализированы, и исключала их из нового поиска и анализа. Результатом его нововведений были потрясающие. Победа в 1978 году на чемпионате США среди компьютеров, и делешь первое место в следующем году. Победа в мировом чемпионате в 1980 году. Кстати, вот эта машина в 1980 году уже могла считать 160 тысяч позиций в секунду. Томпсон смог перенести в память программы коды энциклопедии шахматных дебютов и сами ходы, по сути, отсканировав информатор и создав первую в истории действительно серьезную дебютную базу. Вообще, ключевую роль в разработке новых идей в эти годы играл БАР, место, где собирались разработчики и шахматисты. В 1983 году Леви смеялся над тем, как компьютер разыгрывает эншпиля, утверждая, что программа никогда не сможет нормально играть в конце партии. Кен Томпсон принял вызов и 10 лет разрабатывал специальный механизм для оценки и игры в эншпиле. Результатом этого титанического труда стало внедрение ретроградного анализа, который до сих пор используется всеми ведущими шахматными программами. Томпсон, кстати, приезжал в Москву к Ботвиннику показать свой компьютер, но, к сожалению, не смог этого сделать. За несколько дней до этого президент Америки Рональд Рейган выступил с заявлением об экспорте американских технологий и потере лидерства в этой области, и его компьютер просто не пустили в Москву. В середине 70-х годов ознаменовалась микрокомпьютерная революция. Софт уже был достаточно хороший. Благодаря таким людям, как Томпсон, Харт последовал за ним. Подведем итоги этого невероятного насыщенного периода первоначального накопления шахматного компьютерного капитала. К концу 83-го года сформировалось активно растущее сообщество создателей шахматных программ. С 70-го года по 83-й программы добавили более тысячи пунктов рейтинга, увеличив скорость, увеличивая свою скорость работы вдвое каждые 18-18 месяцев. В следующей программе, которая называлась Хайтек, были уже внедрены 40 примеров позиций, с которыми Комп постоянно сравнивал свои анализы. Это, по сути, была первая по-настоящему сильная шахматная программа, достигнув рейтинга 2500 плюс в 1986 году. Хайтек уже использовал передовые на тот момент технологии чипов, которые позволяли разогнать машину до анализа более 200 тысяч позиций в секунду. Кстати, эта программа была написана Карлом Эббелингом, учеником того самого Ханса Берлинера. За несколько лет до этого группа аспирантов из того же университета Карнеги Меллан, то есть просто в коридоре люди разрабатывали две программы, решила не останавливаться на теории. Она пошла дальше. И создали прототип Чип-тест, который сплошь состоял из шахматных процессоров, сконструированных в Фэн Сюн Сю. Вскоре то университетский проект вышел за пределы лаборатории, и парни вовсю стали испытывать своего гальванического турка, получившего название Deep Thought, глубокая мысль, уже на людях. Будучи помешанным на скорости работы компьютера, Сю разогнал свою машину до 720 тысяч позиций в секунду, совершив революции в скорости работы шахматных программ. Неудивительно, что его программа Deep Thought уверенно выиграла американский чемпионат в 88-м году и мировое первенство в 89-м. Помимо этого, разработчики довели до ума функцию нулевого хода, о которой я вам обещал рассказать. Итак, нулевой ход. Гениальная идея советских разработчиков. Она заключается в том, что при анализе компьютер пропускал ход белых, ну, вот, например, сейчас ход белых. Мы пропускаем ход белых и начинаем анализировать только ходы черных. Таким образом, мы понимаем, какие в позиции существуют угрозы, на что нужно, прежде всего, обратить внимание. Вычисляем сразу лучший ход черных и возвращаемся к ходу белых и ищем уже ответ на лучший ход черных. Это позволило сэкономить гигантский вычислительный ресурс и направить их в более полезное русло. Сперва и глубокая мысль била многих гроссмейстеров в закрытых спаррингах. Затем же они выставили дипсот на крупном опен-турнире в Лонг-Бич, и машина сенсационно разделила на турнире с участием десятков гроссмейстеров первое место с английским гроссмейстером Тони Майлсом. В числе битых оказался знаменитый датский шахматист Бент Ларсон, ставшим первым элитным гроссмейстером, который уступил железяке. Начиналась новая эпоха. Шахматные программы готовились к столкновению с лучшими шахматистами мира. Ситуацию очень точно описал Ханс Берлинер. Компьютерные эксперты сильно недооценивают время, необходимое для победы программой над чемпионом мира. С другой стороны, шахматные эксперты сильно переоценивают это время. Морально готовился к битве с машинами и сам чемпион мира Гарри Каспаров. В 88 году, отвечая на вопрос, сможет ли машина побить человека в шахматах до 2000 года, Гарри уверенно ответил, это абсолютно исключено. Если у какого-то гроссмейстера возникнут проблемы в игре с компьютерами, я буду рад ему помочь советом. Для того, чтобы понять, как работают шахматные программы, надо познакомиться с двумя основополагающими принципами. Первый мини-макс и второе альфа-бета-отсечение. Мини-макс состоит из двух слов, мини и макс, минимальный и максимальный. Максимальный игрок пытается добиться максимума, а минимальный игрок пытается ограничить ресурсы максимального и выбирает те варианты, при которых его потери меньше или приобретения больше, в зависимости от позиции. Проиллюстрируем этот принцип в этой таблице. Предположим, что ход черных, и они выбирают из двух легальных ходов в позиции. Ну, как правило, в позиции больше легальных ходов, но для простоты возьмем два. При c1, то есть в ходе белых, они теряют одну пешку, при ходе c2 теряют три пешки. Естественно, все это очень условно. Поэтому черные, конечно, выбирают минимальные для себя потери, это 1. И, соответственно, этот принцип распространяется на всю эту таблицу. b1 при ходе черных, они теряют одну пешку, а b2 при ходе черных, они не теряют ничего. Позиция сохраняется равной. Поэтому белые при своем ходе выбирают, естественно, b1, максимизируя свои приобретения и потери мины. Несколько групп разработчиков в СССР и США независимо друг от друга пришли к выводу, что те линии, которые не понадобятся при оценке позиций, анализировать не надо, сокращая таким образом ресурсы компьютера. Поскольку шахмата игра абсолютно бесконечная, и при анализе, к примеру, 40 легальных ходов в позиции через два хода у вас получается для анализа более 2,5 миллиона позиций. Представьте себе, что происходит на глубине 7 ходов, это уже 10 в 10 степени, что проанализировать тогда казалось просто невозможным, поэтому они придумали принцип альфа-бета отсечения, то есть отсекать те линии, которые в анализе не понадобятся. Итак, черные, то есть минимальные, пытаются минимизировать свои потери. Здесь в линии d2 они теряют пешку, в линии d1 позиция сохраняется равной. Поэтому если бы белые выбирали из этих двух ходов, они бы выбрали, конечно, приобретение в пешку, а не сохранение равной позиции. Мин, то есть черный, начинают анализировать дальше и видят, что в линии d3 они теряют коня. Таким образом, потери мина здесь больше, чем здесь, на две пешки. Здесь он потерял одну пешку, здесь три. Таким образом, по сути, если говорить просто, то ходы d3 и d4 Мин никогда не выберет, потому что он всегда выбирает минимальные для себя потери или максимальные приобретения. Поэтому смысла анализировать линию d4 уже нет, поскольку потери здесь больше, чем здесь. Соответственно, Мин всегда отправит сюда минимальные потери. И поэтому линию d4 можно не анализировать. А это минус 25 процентов вычислительных ресурсов компьютера.